Здравствуйте, с вами я, Ольга Витковская и финансовые новости от компании ИнстаФорекс. МВФ советует Китаю и Индии принять программы монетарного стимулирования. Такие рекомендации основаны на расширении европейского кризиса. По мнению экономистов МВФ, темпы роста мирового ВВП могут снизиться на 2% в связи с долговыми проблемами Европы. Особенно сильно пострадают экономики, ориентированные на экспорт в развитые страны. Некоторые азиатские центробанки уже начали цикл смягчения монетарной политики. На последних заседаниях Центробанки, Малайзии, Новой Зеландии и Таиланда понизили ключевые ставки, чтобы оградить свои экономики от внешних шоков. В соответствии с ожиданиями МВФ, Китаю не грозит резкий спад экономики, но с трудностями ему столкнуться придется. Избежать их можно путем снижения ставки рефинансирования. Тем временем китайская валюта подешевела за январь на 0,57%, до 6,33 юаня за доллар США. Китайские власти в последнее время держали курс на укрепление своей национальной валюты. Однако из-за ослабления спроса на рынках Европы и США объемы экспорта стали снижаться. И чтобы поддержать местных производителей, власти Китая приостановили укрепление юаня. Будьте в курсе событий финансовых рынков с нами на Инститиви. До свидания.